всем доброе утро ребят что на тайване уже началось обновление я сейчас вам покажу как выглядит новая локация что там примерно нужно делать но когда уже непосредственно мы сможем зайти на сервер я вам уже покажу это все действие в общем локация в принципе довольно таки интересная единственное меня интересует какие там все-таки будут мобы каким образом будет сам игровой процесс идти в общем поехали будем с вами знакомиться с новой локацией и изучать ее что же там все-таки интересного такого нет есть так поехали учили изображение сейчас я буду вам их рассказывать изучать тоже с вами вот это у нас вход в локацию то есть вот таким вот образом выглядит он будет находиться там же где вход в кабачку и в лабиринт то есть вот такой вот страж это у нас входик таких вот три лавала получается первый лавал это у нас обычный зеленый дальше сильный и фиолетовый это типа топовый то есть три уровня как они и говорили на каждом уровне есть свой сундук за прохождение сейчас я буду также параллельно читать подробности сложность теряется каждый ну то есть появляется в каждый понедельник и пятницу в течение двух дней игрок может выбрать сложность этого испытания есть обычные элитные и кошмарные сны в принципе как и подземки три сложности разная сложность сила и награда противника будет иметь большую разницу после того как герои готовятся можно выбрать 10 героев чтобы исследовать эту потерянную иллюзию не можно выбрать повторяющего героя то есть одного и того же выбрать нельзя нельзя в принципе кино так и фартов так если вы смените героя выбранный герой поглощен цепи то есть убит герой не сможете использовать эту потерянную иллюзию то есть нельзя будет ли насколько понял использовать его повторно вот так вот таким вот образом могут как обычной сути на так сроки с этим понятно поехали дальше дальше будет интересно но с вас конечно как обычно лайки так вот таким вот образом у нас будет выглядеть таким вот образом у нас будет выглядеть непосредственно прохождение то есть видите каждый следующий лавал это судя по всему наши противники то есть 1 там 2 3 и так далее судя по картинке то есть это первый противник дальше 2 3 и так далее будет у каждого противника тоже на прорывы я не знаю насколько это так и не так либо же это герои внизу и всего возможно мои герои я выставляю какой за каким будет участвовать но сейчас посмотрим дальше самому интересно героев ее потерянная магическая территория каждом сражении можно сыграть выбрать только шесть героев да это настройка наша после битвы на магическое состояние монстры крови этого героя и драка сохранять то есть сохраняется жизнь героя так какие смотрим дальше смотрим непосредственно само прохождение уже локации или сна самому посмотреть в общем довольно таки интересная локация единственное интересно как будет реализация здравого процесса вот таким вот образом у нас будет выглядеть сама локация уже в прохождении то есть как видите там душегубы смертушка и есть у нас колодец и странник вот начиная исследованием участке появляются призрачные официант то есть призрачные официанты то есть блокируют нам продвижение то есть наши враги и реки должны победить их чтобы двигаться дальше выбрать один участок для как бы за раз то есть вы можете один раз выбрать либо того либо другого дорога которая не проходит не может быть возвращена алу возвращается пожалуйста а то есть вы должны предварительно выбрать свой маршрут каким образом вы хотите идти назад вернуться вы уже не сможете вот так вот так есть это у нас начало пути и я не знаю каким образом конечно будет реализация ну довольно таки интересно возможно она не настолько будет сложным вот такая вот картинка это у нас вот именно этот новый человек новый человечек маленький чем-то напоминает в анфреске там есть тоже такая тема колодец и сам судя по всему страж и награды уже феникс с наградами это окончание пути это скорее всего обычный легкий уровень либо наоборот не знаю вот этот вот маленький это таинственный человек этот фиолетовый это таинственный человечек у нас который сейчас посмотрим они могут воскресить там случайного героя если на него попасть вот так вот колодец этот живая вода вы можете восстановить 50 процентов вот это живая и там это живая вода вы можете 50 процентов здоровья восстановить после победы над монстрами магической территории вы можете получить добычу это добыча может дать мы эти парк героем на волшебной территории эти добычи можно многократно улучшать только на потерянной территории эффективность то есть вот и вот вы получите и тема картинка очень большая вот такие вот вы получите это моих можно улучшать сейчас вам нишу картинку то есть этом судя по всему артефакты которые дают определенный атрибут их можно будет потом улучшать и они соответственно вам помогут скорее всего атака защита какая-то жизнь что-то в этом роде улучшать и соответственно будет легче их очень много на так куда на защиту скорее всего плюс жизнь и точность либо уклонения в общем есть с еще одна картинка с помощью ее покажу вот они эти и там и то есть артефакты которые можно будет улучшать соответственно будет легче проходить вот видите уже этим уровня так также есть после победы над стражами иллюзии шанс получить крылья специфические клея люди реквизитов которые могут воскресить все герои и там потом нужно будет воскресить все герои посмотрим так дальше магический страж vision guard это босс который сохраняет выход в потерянность потерянные иллюзии победить его чтобы открыть портал для сундука значит вот это вот у нас наш страж вот так вот он выглядит его надо будет убить не знаю это босс посмотрим образом он будет реализирован это у нас уже сундук непосредственно с наградами вот бой вот сундучок что могу сказать интересная конечно задумка и вот сундук с наградами который можно будет получить которым будут какие-то типа мега супер топовые и там и скорее всего там будет как обычно вот такая вот ребят локация не знаю локация возможно интересная посмотрим как будет реализация на 5 потери времени есть куча локаций которые надо изменить посмотрим что он будет в реальности в общем пишите коменты по этому поводу под видосом ждите следующего обзорчика всем удачи всем пока